Друзья, всем привет, на связи Паша Клымек, а если вы смотрите этот видос, значит вы попали туда, куда нужно, а именно на канал, где мы общаемся с вами, с нами, про моноколиство, а также темы, связанные так или иначе с ним. И сегодня я хочу поговорить, выразить свои мысли, которые, надеюсь, перерастут в диалог, а не в монолог из моих уст, на тему культура вождения. И знаете что, имея водительские права и опыт вождения автомобилем более 16 лет, категория B, имея водительские права категории A, имея опыт вождения мопедом, самокатом, моноколесом, скутером, автомобилем, вейксерфом, вейкбордом, лыжами, сноубордом, роликами, лыжными коньками, я заметил очень интересную тенденцию. И тенденция, даже не тенденция, а закономерность. И знаете, закономерность заключается в следующем. Она заключается в том, что культура вождения, взаимоуважение на дороге, неважно между кем, на дороге, на тротуаре можно на сегодняшний день, по крайней мере в Киеве, встретить 5 классов людей. Это пешеходы, это мамочки с детьми, отдельная каста, это самокатчики, моноколесники, велосипедисты, автомобилисты, мотоциклисты, даже 7, ну, мопедисты там, не знаю, но окей, 8. И вот взаимоуважение, культура вождения между каждым из этих кланов, она напрямую зависит от того, в каком соседнем клане этот человек состоит. То есть, если автомобилист умеет водить и водит не только консервную банку, а, допустим, в прошлом или в текущем он еще является и велосипедистом, причем не просто выезжает раз в год, потому что у него машина на СТО, то он разделяет мнение, он разделяет правила, он разделяет мысли, уважение к велосипедистам. И если велосипедист, даже не так, если пешеход, да, или мамочка с ребенком, с коляской, она вне своего декрета еще, к примеру, ездит на велосипеде, занимается каким-то экстримом, возможно, водит автомобиль, возможно, ездит на самокате или на велосипеде, то она, находясь в том же парке, она, находясь на какой-то набережной, она никогда не пойдет по велодорожке. Даже если велодорожка, покрытие велодорожки в сто раз лучше, чем покрытие для пешеходов. Я думаю, ни для кого не секрет, почему мамочки, почему коляски ездят по велодорожке в парке, имея пешеходную зону рядом, потому что на пешеходной зоне, как правило, брусчатка, ну, плитка, непонятно что, и там эта коляска дрожит. А велодорожка, как правило, имеет более гладкое покрытие. Это факт. Так вот, эта мамочка с ребенком, с коляской, она никогда не выпьется на эту велодорожку. Человек, который ездит, допустим, на самокате, на прокатном самокате, неважно, могу предположить, что он, имея водительские права, что он, имея опыт вождения автомобилем, он, ну, с очень большой осторожностью, с защитой будет ломиться на проезжую часть. Человек, не имея водительские права, человек, не имея опыт вождения ни мотоциклом, ни автомобилем, он на прокатном самокате, втроем, в четвером, в пятером, будет гонять по первой, по второй, по десятой полосе проезжей части. И это печально в том плане, что каждый из таких райдеров, назовем так словом райдер, язык не поворачивается, он подвергает тем самым опасности, двигаясь по проезжей части, не имея в голове ничего, никаких правил дорожного движения, не имея на голове никакого шлема, он подвергает опасности даже не себя, а окружающих людей, окружающих автомобилистов, которые могут двигаться в машине сами, могут двигаться с семьей, с ребенком, которые при вашем падении, при его падении, когда он разложится на какой-то маленькой кочке или ямке, на песке или в луже, может дернуть руль влево, вправо, въехать в стоп, соседнюю машину навстречу, выскочить, и кто виноват. Человек, который имеет опыт езды на соседнем ЛПТ, на соседнем каком-то персональном транспорте, который состоит, назовем так в кавычках, в соседнем клане, передвигаясь на моноколесе, и параллельно передвигаясь в автомобиле, он как минимум будет понимать поведение автомобилей, автомобилистов, которые могут перестраиваться, могут не увидеть вас, а скорее всего они и не видят. Говорю как автомобилист. И автомобилисты, которые двигаются, имея опыт езды на велосипеде, на самокате, на моноколесе, они тысячу раз лишних перепроверят задние зеркала, боковые зеркала, повернут голову, потому что такие люди знают, что кроме них на дороге могут быть как тракторы, как комбайны, так и автомобилисты. Моноколесники и мотоциклисты, и мопедисты, и глависты, и самокатчики, которых не так заметно, тем более в слепых зонах. И именно у таких людей, которые состоят в нескольких кланах, которые имеют несколько сфер, опыт езды на разных гаджетах, именно от них можно ожидать культуру вождения, именно от них можно ожидать отношения к сородичам, которых они могут встречать на дороге. И в целом, если подытожить эту ситуацию, эту мысль, я хочу сказать следующее, что, по крайней мере, в Украине, в Киеве, где я нахожусь, где на сегодняшний день я передвигаюсь на КС-18Л, а до этого V8 in motion, а до этого велосипед несколько десятков лет, я могу сказать, что тенденция к взаимоуважению, к культуре вождения, к отношению на дороге, к более мелкому персональному транспорту со стороны консервных банок, оно улучшается. То есть, если раньше услышать на дороге, увидеть на дороге какой-то спор между автомобилистом и велосипедистом, это как раз плюнуть. Сейчас большинство автомобилистов, они уже имеют некоторое уважение, они держат в голове безопасные дистанции, безопасные интервалы между велосипедистами и самокатчиками, и другими машинами, и это не может не радовать. Друзья, как обстоят дела в вашем городе, как обстоят дела лично у вас, как обстоят дела к вам со стороны тех же автомобилистов или других участников дорожного движения, возможно, тех же пешеходов. Есть ли какие-то споры, есть ли какие-то проблемные моменты на паче, на дорогах, и в принципе, по вашим ощущениям, за последний год, допустим, возьмем период, насколько ситуация конкретно в вашем регионе, в вашем месте изменилась. Буду рад услышать в комментах под этим видео, не забудьте поставить палец вверх, если вы хотите поддержать начинание и запись видеороликов, ну а подписываются те, кто еще не подписан, но им интересна моноколесная тематика. С вами был Паша Клэмик, до встречи в новых видосах, всем пока!